Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас воскресенье, 20 августа 2023 года. Это чтоб не попутать. Ну как вам там от жары? Нормально? На природе, наверное, вы доводите речки, водоемов, на море отдыхаете, купаетесь там. Напишите, пожалуйста, комментарий, ну такой коротенький, как на море вода. То на море, да, а то мы были на море. Приехали на море, там плюс 12 вода. Ой, мамородная! Господи, я потом два дня попил. Да-да-да-да-да, немножечко от простуды, чуть-чуть. Ну куда бы такое вода. Друзья, как вас огорчить или обрадовать вот этой новостью? Ну это уже как вы поймете, кому как, друзья. А новость будет у нас, слушайте, какая. С 1 января, с 1 января, ну канал, вы знаете, как называется? Мы живем в Латвии. Значит, это все происходит у нас в Латвии. С 1 января планируется ввести новый порядок системы взаиморасчетов за электроэнергию. Как вам? Зашибись? Нормально. Ну давайте слушаем и разбираться, друзья. Что ж там опять они придумали, а? Я хотел их назвать, как их зовут, но не буду. Вы, наверное, уже поняли. С 1 января будущего, 2024 года, планируется ввести новую систему взаиморасчетов за электроэнергию. Сообщило агентству Лето заместитель директора департамента стратегической координации Министерства климата и энергетики Байба Якобсена. Господи, мамородные друзья, ой, немножко увеличу очи свои, чтобы неудобно было вам преподнести вот такие буквы. Ну вот слушайте внимательно. Что ж, она нам сейчас будет преподносить положение о подробном порядке работы системы взаиморасчетов будет разработано и направлено на утверждение в кабинет министров до конца текущего года, чтобы это практически совпало с датой вступления в силу системы взаиморасчетов. Ой, жарко тут где точно. Ой, душно, не так жарко, духота. Ой, опять жди беды. Вот откуда приволокет. Ну смотрите, издевательства дальше продолжают. Ой, я вам объясняю, да. Пользователи над народом, системы взаиморасчетов смогут начать пользоваться ею после утверждения правил кабинетом министров. Нет, друзья, пишите комментарии, я же вам сразу сказал. Кого-то, может, это обрадует, может быть, кого-то огорчит. Продолжай дальше. По словам Якобсона, в настоящее время существует система неттоучета. Сейчас, сейчас, я вас в дебри заведу. Ну, будем как-то распутываться и разбираться, что это за дебри. Которая позволяет передавать произведенную, но не потребленную сразу электроэнергию в общую электросеть Saddle-Esteakles для потребления по мере необходимости в течение года. Ну вот видите, начинается. Новая система взаиморасчетов будет не только учитывать количество произведенной и потребленной потребителем электроэнергии, но и определять ее денежную стоимость. Вам что-то это напоминает? А? Крутверть. Крутверть продолжается, друзья. Да. Слушайте дальше. Вы там сильно не увлекаетесь, а слушайте. Да, успеете еще. И остерегайтесь. Завтра вам на работу. Как вы с больной головой пойдете на работу? Смотрите, мне не балуйтесь. Ведь тяжело же будет, друзья, жару такую пахать. Ой. А что поделаешь? А работать-то надо. Я-то уже, конечно, поработал, да. Ну, вы тоже скажете, о, Сергей, да мы тоже поработали и до сих пор работаем. Ради бога, карты вам в руки. И на работе играйте. Если, слушайте дальше, если общая стоимость, произведенной, но не потребленной сразу, а переданной в садол и стыкал с электроэнергии, окажется выше стоимости, полученной от садол и стыкал с электроэнергии, то разница в денежном выражении может быть зачтена в следующий расчетный период. Или использована для оплаты электроэнергии при другом подключении того же потребителя, рассказала Якобсона. Можно я точечку поставлю, а? Вам ничего не напоминает про второй пенсионный уровень? Как они пели нам? Ой, давайте мы первый, второй, третий. Где деньги? Деньги где? Где деньги в отделе миллиарды? Вот это вот крутверть, ну я так, друзья, я так вижу, друзья. Ой, вот так, вот так вижу лучше. Ну далеко, конечно, я от вас далеко. Я от вас далеко. Серьезно, друзья. Не пятница, а сегодня воскресенье. Жарко, душно. Фу. Того же потребителя, сказала Якобсона, другим подключением. Ой, господи, мама родная. Комментируя необходимость изменений, представитель министерства отметила, что существующая система неттоучета, неттоучета, которая фиксирует количество выработанной и переданной в сеть электроэнергии в киловатт-часах, не является системой самостоятельного потребления электроэнергии. Основанный на рыночных принципах, поскольку цена электроэнергии при ее выработке и передаче в сеть может не совпадать с ценой при ее получении из сети и потреблении. Господи, друзья, я не могу читать спокойно. Мне хочется и смеяться, и не знаю, что даже. Ведерко, да, на что поделаешь. Помню, помню. Привет, по-моему, этой женщине, которая вот эту кружку замечательную ведром назвала. Ну как это понять? Как ведро? Тут пол-литра всего. Что тут пить-то? Вот эту допью и разойдемся, как окурки в лужи. Нет, друзья, ну шутки-шутки, надо пошутить, конечно, надо, господи. Один раз на свете живем. А что? Плакать? Ну вы же не выходите никуда. Вы же не собираетесь, не кучкуемся вместе, так, тысяч под 150, под 200. Ну ничего, а то как окурки вы уже расплываемся по кухням. Вы мне там не балуетесь? Что это за такое? Пишите вы мне. Ой! Ну не, 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 я в шутливой форме. Да, только поболтать, да все такое. Господи, друзья, мы что? Я что, просто так болтаю вам, что ли, это? Вам непонятно это все? Понятно все, друзья. Для чего это я все делаю? Основная масса людей это все понимает. Ну просыпаются же потихонечку, просыпайтесь. Господи, хватит спать завтра на работу вам. Шутки шутками. Ну смотрите, это серьезно, что же. Я не зря вам сказал про второй пенсионный уровень, сравнил. Ну вот сравни, сколько там уже обманули. Сколько обманули. С пенсиями сколько народа обманули. Разговаривала я с людьми. Особенно на железной дороге. Им положено было получать, ну грубо говоря, по 600 пенсии, а им дали по 200, по 100 с лишним. Чулаты тогда. Ой, были, были, да. Как-нибудь я вам тоже это все расскажу. Ну надо новость, а то я опять ухожу от вас. Да нет, я вместе с вами. И ее получение из сети и потребления. Такая разница в ценах может негативно сказаться на затратах всех потребителей распределительной системы. Ну вот. Я вам прямо скажу. Народ подготавливает. Видите уже, какие бросы уже тяжелейшие, просто тяжелейшие. Я поверю. Многие даже могут и не понять, что сейчас и вот это. Возможно. Я, может, ошибаюсь, друзья. Но я человек прямой, могу ошибиться. Да. Сейчас скажут, что вы тут ляпнули, да вы не понимаете. Все я понимаю, друзья. Ну слушай. Этот аспект стал особенно актуальным в последний год. Ой, как нам это все стало. Актуально это все. Когда вы такую чучу отчебучили. Это хотел сказать на букву, пойму, ладно, не буду. Когда количество производителей солнечной энергии, во-во-во-во, отплываем, и установленных мощностей значительно возросло. Ну как там солнечные панели у вас стоят? Нормально? Греются? На солнце? Зашибись? Не забудьте оплатить счета. Трехзначные. Да, 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 да. Там сколько вам там, 150 или 130 евро, сколько вам платить надо? Кому как? Да. То, что вы производите, солнечную энергию производите в электричестве. Возросло. По данным Saddles и Stickles, только за первое полугодие 2023 года к распределительной системе было подключено более трех с половиной тысяч новых микрогенераторов. Ожидается, что... Вот опять доить будут. Сейчас будет стадо поголовья еще больше. Я имею в виду вот этих... Да, 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 слушайте, слушайте. Ну я имею в виду неудушевленных вот этих систем. Не людей, конечно, господи. Доить будут людей. Ожидается, что к концу 2023 года количество подключенных к распределительной системе микрогенераторов может достичь от 18 до 20 тысяч с суммарной генерирующей мощностью 140-160 мегаватт. Это очень много. Это целые электростанции. Ну, небольшая, конечно. Столь резкое увеличение числа микрогенераторов требует корректировки нормативно-правовой базы для создания устойчивой, экономически обоснованной и рыночной системы самопотребления, обеспечивающей баланс интересов всех участников рынка электроэнергии. Ну это я говорю... Сейчас все вспоминаю, вот пока говорю вам сам, бесплатно даже уже птички скоро петь не будут. Вы думали, это халяма будет? Нет. Нет, нет. Они выдают с вас. Бог знает. Подождите, еще придумают что-нибудь. Это я так думаю. Я могу ошибаться. Ошибаться, конечно, могу. Поправьте меня. Если я не прав, пожалуйста. Да. Поэтому целью государства является создание справедливой для всех потребителей электроэнергии системы взаиморасчетов, в том числе и в тарифах. Ну мы уже видим, как это все справедливо. Ой, как справедливо. Дальше слушайте. В тарифах применяемых к пользователям системы взаиморасчетов, отражающих объективные затраты на использование системы, указала Якобсовна, отметим, что новая система взаиморасчетов будет более рыночной. Рыночной, подчеркну. То ли еще будет. Сухари сушите, точно говорю я вам. Ну если кто богатый, пожалуйста, не можете не сушить. Вяленую рыбку и так далее, подобное. Лосося. Будет, но я шучу, конечно. Более рыночной и предоставит более широкие преимущества ее пользователям. Ой, шире некуда уже. Среди нововведений. Вот, видите, подготавливаю. Уже ввели вам, нам, уже ввели. По самой не балуйся. А мы как? Нормально? Ой, что это так? Что происходит у нас? Что? А пошли и заплатили. Вот я сейчас только что недавно заплатил. Скажите, Сергей, ну а что? Что? А как в других странах? Почему в других странах меньше платят, а у нас больше всех? Те в той же самой Эстонии, в той же самой Литве. Почему в Литве? Да, техосмотр только раз в два года, а у нас каждый год. Ну, почему топливо дешевле? Ой, ой, ой. Среди нововведений возможность потребления излишков электроэнергии, выработанных на площадке одного пользователя системы. Неттоучета на другой площадке этого, этого же пользователя. В то же время Якобзене отмечает, что существует пятилетний переходный период, как пятилетка, помните? Период от одной системы к другой. И это касается бытовых пользователей. Господи, мы уже четвертый десяток, сколько пятилеток уже все переходим, которые уже используют систему неттоучета или планируют присоединиться к ней до конца этого года. Держитесь, штанишки подтяните, завязочки только, не забудьте вот эти, ремешочки у кого есть, приготовьтесь. Ну, опять будет обухом по башке, господи, с нового года, они же все думают поднимать-то уже не на тысячу евро и не в два раза. Вот попомните мое слово. Да-да-да-да, они уже сколько миллиардов нахапали? Я пока про электроэнергию. Про этих там все понятно. Ну, хотя темный лес. Мы этот лес будем прореживать. Видите? Вырубает леса кругом. Ну да. Кто понял, тот понял. Однако это не мешает таким пользователям подключиться к системе неттоучета электроэнергии. Видите, в лес какой заходим? Например, с первого наряда следующего года. Ну, как вам? Готовьтесь. Так что ходите, не ходите лишний раз. Обувь берегите, одежду берегите. Ну, ходили, штопайте. А что делать, друзья? Ну, что делать? Мы же молчим. Я-то я не молчу. Я-то и отвечаю уже параллельно одновременно на тот комментарий, который... Некоторые пишут, да. Что вы, вот вы, да. А вы что непосредственно? Хорошо, я вот уже делаю свою работу. И довольно-таки уже давно. Как минимум второй год пошел уже. Ну, все... Как вы можете так? Как вы... А молча, как мне некоторые говорят. Молча. Ну, не молча, а вот. Это моя работа. Я доношу это все до вашего сведения. Что не надо молчать. А надо... Как в других странах делают? Ну, протестуют, естественно. А мы же не протестуем. Где, чего? Вот это вот подписи, друзья. Как правильно писали мне в комментариях. Можно подтереться этими подписами. Я согласен. Не 90... Ну, не 100%, а 99% точно согласен. Ну, что они? Да, да, во всеувидение, да. Ну, да. Ну, и что? Дальше слушайте. Тут немножко осталось, друзья. Переход... Ну, я как можно заходчий вам должен. Переход к рыночным механизмам рекомендован. В частности, Европейским Советом по регулированию энергетики с целью повышения гибкости системы и стимулирования более активного участия в рынке электроэнергии. Как вам? Советский Союз не напоминает? Вам как? 4 копейки нормально было? Сейчас будете по 4 евро платить скоро. За киловатт-час. Ну, уже к тому идет. Да я вам сказал сразу. Кому-то будет, может быть, хорошая новость. Кому-то... Кого-то огорчить. Кого-то обрадовать. Ну, у кого какой кошелек? Нет, друзья. Вы не правы. Ну, догадайтесь. И стимулирование более активного участия в рынке электроэнергии. Господи. Агентство Лето уже сообщало о том, что правительство поддержало идею установления переходного периода НЕТТО, НЕТТО, не путайте, учета до 28 февраля 2029 года. Ну, а то вам не кажется, что это все будет раньше? И знаете, я еще коротко хотелось еще сказать. Какие у них прибыли? Сады и стейклс и так далее, и так далее, и так далее. Они же публикуют. И у них сотни и сотни миллионов. И с каждым годом у них все больше и больше и больше. К чему это все идет? Пишите комментарии, друзья. Народу и так уже до такой степени все закрутили, до такой степени все повысили, все взвинтили. И заметили? Сегодня у нас 20 августа. 20 августа, да? Когда отопительный сезон начинается? Скоро. Что? Сентябрь? В конце сентября уже некоторые, как говорится, ну как объяснить? Ну, затребуют. Потому что холодный год обещали. Да, я не пугаю вас. Я вам говорил заранее. Огорчить или обрадовать вас. Холодина. Да, да, не зря жара такая сейчас стоит. Видите, что творится? Так к чему это все? Опять, смотрите, будет отопление в космос. Причем резко. А не вас помните? У нас, вас, всех. Я говорю, от себя, значит, вас. Правильно? Не будешь все время нас, вас, нас. А вас, а вас. А вас как зовут? А вас. Его а вас зовут, а а вас, а вас. Ну, вот типа того, друзья. Не зря. Смотрите, электроэнергия тоже подскочила. Дровишки подскочили, подскочили. Ну, кое-где немножечко. Но все равно подскочит, друзья. Топливо, посмотрите, как опять подскакивает. Ну, я к чему опять клоню? Кто-то грелочки подключит. Кто-то того, кто-то сего. Бойлеры и то, и сё. И понеслось, и поехало. Ну, друзья, уже экономить уже никак. Уже некуда. Народу некуда. Они же знают, что без электричества человек не сможет. Это не первобытные люди, правильно? Что они возле костра. Так за кострами надо было следить, чтобы они не погасли. Ну, так вот, друзья. Мы просто, мы зависимы от них. И они прекрасно знают. Это напоминает вам? Да. Потому что народу некуда деваться. У кого-то подключено всё на электричестве. У кого-то подключено на том, на сё. Но тот же самый насосик. Ну, не будет он крутить без электроэнергии. Всё равно, вот взяли нам, пожалуйста, тариф. Не тариф, а подключение. Пользуйся ты, не пользуйся. Всё равно взяли. За какую-то, тиши, твою мать, передачу электроэнергию. А не на тачке, я вам говорил. Как будто они мешками нам приносят. Вот как уголь разгружают с вагонов. И по квартирам разносят вам. И по частным домам электроэнергию. Вы представляете, во сколько сейчас подняли нам? Пользуетесь вы, не пользуетесь. А вы будете платить. Вот кто дачу понакупил. Кто просто вот там дома сдают и всё. Ну, я понимаю. Да, конечно. Сдают. Там квартиры съёмщики платят. Друзья. Вы поняли, о чём речь-то? Да. Они просто в зависимость всех ввели. И они пользуются этим. А народ молчит. Вот я к чему клоню. Когда вы поймёте, а? Ну, что вы, Сергей, предлагаете? Ну, я вам предлагаю уже давным-давно. Второй год я вам предлагаю уже. Ну, где вы? Где? Где? Я чё, каждому по квартирам? Марья Ивановна, ну, пойдёмте, а? Ну, пойдёмте мы им сейчас это... Ну, что это за такое, а? Друзья, прекращайте молчать. Надо требовать. Там писали. Каких-то даже в новостях я читал. Ну, когда я даже ещё не вёл вот эти новости, друзья. Была идея, знаете, как они? А ну, а кто соберётся-то, кто? Все говорят, давайте молча не пойдём в магазин. Вот это не будем покупать. Давайте вот соберёмся и не пойдём вот это оплачивать. Вот это вот коммуналку. Идея-то неплохая, конечно. Неплохая идея. А как это всё притворить в жизнь? Да, конечно, это можно попробовать. Не платить просто. Что, интересно, они будут делать? Ну, 1100 не заплатят им? Один месяц. Что будет? Они всех накажут? Да, конечно. Ну, как? А если все прекратят? Ну, этого не... Вот они и пользуются. Вот я хотел объяснить. Пользуются вот этим вот. Потому что никак люди не пойдут никуда. Помните года? Когда пенсионеры бастовали. Потому что у них было пенсии вообще мизерные. Там по 15, 25, 30, 40. Латы когда были. Помните? Их дубинками подубасили. Ну, это всё увидел мир весь. Увидел мир. И они. Что они сделали? Да, совершенно верно. Вы поняли. Нашим руководителям, конечно. Распоряжение. И не просто распоряжение. В приказном порядке. Что вы вытворяете? Почему вы пожилых людей... За что? Самое главное. И сразу подняли как минимум... Ну, в общем, на много процентов, друзья. Если не в два раза. Ну, куда? 15 лат пенсия была. Вспомните? 15, 20, 25 лат. Ну, тогда хоть на латы... Тогда квартиры ещё были дешёвые. И всё. Я знаю прекрасно. Потому что у меня отец получал. Мать не дожила до латов. Нет. Она в 89-м умерла. Да. Папа дожил мой. И сразу начали повышать, повышать, повышать. Вот последняя у него сумма была. То есть 180 лат он получал. Да. Это был... Ой, друзья. Где-то 2000-е годы. Да, 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 да. Тёща, вот мама Наташа. Это всё, друзья, касаемо... Я говорю, за что ни возьмись. Везде вот звенья одной цепи. Вот, друзья. Вот сегодня воскресенье. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Напишите комментарий. Вот что вы думаете? Вот хотел сказать вот про эту билиберду. Что они опять... Это не билиберда. Это вполне серьёзные вещи. Они нас как дурили, так и дальше будем дурить. Наглую. В наглую. Вот пополните моё слово. А хотя... Вы же знаете прекрасно всё, друзья. Всем спасибо. До свидания. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok